Дмитрий Нагиев на данный момент является одним из самых популярных шоуменов в России. Как и любая другая известная личность, он имеет как и ярых поклонников, которые не могут остаться равнодушными перед его харизмой, остроумием и умением вести себя на публике, так и недоброжелателей, которые находят те или иные недостатки в личности. В процессе подготовки к разбору Дмитрия Нагиева я пытался найти его сильную сторону. Почему его личность вызывает такой интерес со стороны окружающих? Что именно он делает? Он харизматичен, скажите вы, но харизма расплывчатое и абстрактное понятие, и у каждого она имеет свою особенность. А какая особенность у него, спрашивал себе я, и в ходе наблюдения, кажется, нашел ее. Как мне кажется, он умеет менять правила игры и создает свои. И как это проявляется, вы узнаете, посмотрев этот разбор. При написании сценария этого выпуска параллельно мне приходилось готовить еще несколько. Не скажу, что правильно так делать, но порой иных вариантов просто нет. И без должного уровня концентрации внимания и памяти эта задача становится очень сложной. Если у вас бывают моменты, когда мозгу тяжело справляться с теми или иными задачами, то подержайте мозг в тонусе, и вам поможет Викиум. Викиум – это крутая онлайн-платформа для тренировки внимания, памяти и мышления. Совместно со специалистами МГУ Викиум разработал методику тренировок с помощью игровых тренажеров. Программа развития формируется индивидуально, на основании вводного тестирования. Интеллектуальная система платформы постоянно отслеживает прогресс и корректирует ежедневную программу развития, постепенно усложняя ее. Предложенные мне упражнения помогают держать в тонусе память для запоминания информации, внимание для оперативного поиска незаметных деталей и невербальных сигналов, которые не так очевидны ненатренированному человеку, концентрации и общей активизации мозговой деятельности. 4 миллиона пользователей уже оценили онлайн-платформу Викиум. Заниматься можно бесплатно, но с небольшими ограничениями. Если хотите также развить внимание, память, концентрацию и ментальные навыки, то ссылку на платформу я оставлю в описании. Для начала давайте проанализируем личность Дмитрия Нагиева, определим его психологический портрет. Потому что его стержень и основа являются фундаментом поведения. Физиология. Пол мужской. Возраст 52 года. Рост метра 73 сантиметра. Вес 89 килограмм. Цветоволос шатен. Хотя сейчас побрит. Глаза серые. Телосложение мезоморфное. Комплектация спортивная. Посещает спортзал и поддерживает форму. Излюбленные позы в его языке тела. Демонстративные захватом территории вокруг себя. Открытые. Раскрепощенные. Внешность привлекательная, брутальная. Дефекты. Защемление лицевого нерва. Из-за чего возникла асимметричность лица. Наследственность. Восточный тип унаследовал от отца. Социология. Корни. Отец актера родом из Ашхабата. В раннем возрасте перенес инсульт. Мать Нагиева преподавала иностранный язык в военной академии. Отец по происхождению ранец. Как и дед. Бабушка наполовину немка, наполовину латышка. Занятие. Актер театра и кино, телеведущий, шоумен. Образование. Среднее. Был троечником. Любил физкультуру. Учился в 79-й средней школе Ленинграда, Санкт-Петербурга. Увлекался дзюдо и самбо. После полугода тренировок Нагиеву выгнали со словами «Заберите вашего сына, у него постоянно текут сопли». Впоследствии стал мастером спорта по дзюдо, а также был удостоен звания чемпиона СССР среди юниоров. Был единожды женат на актрисе ради ведущей Али Челящевой. Есть сын Кирилл Нагиев. После скандального расставания тщательно скрывает свою личную жизнь. Каждым годом и с каждым новым проектом Нагиев становится все более популярным и востребованным. Сам артист однажды сказал, что шел к славе очень долго, и теперь постарается удержаться на Олимпе. В 2016 году Дмитрий Нагиев возглавил список самых дорогих российских актеров по версии журнала Forbes. Групповое положение. «Лидер среди друзей. В клубе, в спорте. Одиночка с лидерскими качествами. Как заявляет, не любит быть на виду, однако осознает свои истероидные качества и успешно ими пользуется». Политические симпатии. На основе его слов можно предположить, что оппозиционные. По мнению Нагиеву, в России должны ограничиться сроки правления представителей власти. «Вот я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится. Какой бы ты хороший не был». «Ведь это стыд и позор нации». «Про развлечения и хобби». Книги, журналы, газеты, которые он читает, поет. Записал два альбома «Полет в никуда» и «Серебро» в 1998 и 2006 годах. Вместе со старшей сестрой и ее мужем содержит конюшню под Санкт-Петербургом, выкупая лошадей, предназначенных на убой. Балет за петербургский «Зенит». Общественная позиция. Председатель правления благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна». Переломные моменты юности. В юности был пойман полицией и ему грозил тюремный срок. Дмитрий был фарцовщиком. Чтобы не сесть за решетку, Нагиев ушел в армию. Вернувшись после службы, он поступает в театральный. Учеба давалась плохо, и его хотели отчислить. Преподаватели не видели в нем таланта. Поражение, разочарование, неудача. В армии пережил сильную дедовщину. В первое время на дедо получал нелестные отзывы от тренера. Это отпечаталось в его памяти и заставило всегда добиваться успеха во всех сферах и идти до конца. Отношение к жизни. Покорное, активное, пораженческое. Привык полагаться на себя. Проявляется самокритичность. Но внутри себя я понимаю, кто я такой, что я имею право что-то сказать людям. Я думаю, что это тщеславие по большому счету, всего лишь. Комплексы. Комплексуют по поводу защемленного нерва лица. Из-за этого прячут глаза за темными очками. Мне тяжело, я вынужден контролировать обе половины лица, чтобы они хоть как-то симметрично смотрелись. А здесь не думаешь, бах и вперед. Однако превратил этот минус преимущество, сделав частью образа и имиджа. Качество. Воображение, рассудительность, хороший вкус, уравновешенность. Пожитейский мудрый, не конфликтный, но крепый к духам. Считает, что мужчина должен всегда нести ответственность за свои слова. Высокая устойчивость к стрессам. Провел прямой эфир, зная, что пару часов назад умерла его мама. Содержит отца, который бросил семью много лет назад. Любит быть на виду и привлекать к своей персоне внимание. Уровень умственного развития высокий. Нельзя сказать наверняка, что именно повлияло на формирование его личности. Ведь мы не можем знать всех нюансов его воспитания и взросления. Зачастую люди сами не до конца понимают, что повлияло на выработку тех или иных качеств. Только далеко от идеала все. Ведь придумывалось в детстве. Ух. Непростое детство сформировало у Дмитрия устойчивый характер к стрессовым ситуациям, что помогает ему холодно оценивать обстановку при решении тех или иных задач. Непростая финансовая ситуация в детстве, принижение со стороны общества и низкие показатели в той или иной деятельности выработали у него стремление быть лучшим, доказывать окружающим свою силу и успешность. И все это до сих пор проявляется в возрослом возрасте. И вот тут возникает диссонанс. С одной стороны, у него есть высокая доля самокритичности. А с другой стороны, желание продемонстрировать себя и показать с лучшей стороны. И это противоречие граничит друг с другом. От чего можно предположить, что самокритичность показная. Он часто может использовать ее с целью расположить к себе, ведь подсознательное такое качество вызывает симпатию у окружающих. Я никогда не буду доволен своей работой. Настоящий мужчина, какой он? Вы знаете, если бы я был настоящим, если бы я знал, я бы был настоящим мужчиной. Боюсь показаться слишком умным, хотя вряд ли получится. При этом, будучи больше интровертом и вполне эмоциональной личностью, он бережлив к своему личному пространству и жизни. Его богатый опыт работы на ТВ в качестве ведущего и набор перечисленных качеств способствует тому, что Дмитрий устанавливает свои правила коммуникации и поведения в разных ситуациях больше с целью, таким образом, заявить о себе и быть лучшим, выделяться, не быть как все и показать свою индивидуальность и значимость. Все это отражается в его свободе действий, мнении, независимости, инициативности, адаптации к разным ситуациям и контекстам. Очень простой пример установки своих правил мы видим на передаче у Ивана Урганта. Дмитрий, 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 спасибо огромное, что вы что-то ищете. Буквально за несколько часов перед выходом этого выпуска в своем инстаграме я разместил отрывы, которые буду сейчас разбирать, и дал возможность подписчикам проанализировать эту ситуацию, чтобы они смогли проверить свои навыки наблюдения. Такие упражнения я провожу часто у себя в профиле, поэтому если и вы хотите развить навык анализа поведения и проверить свои навыки, то приглашаю вас. Ссылку я добавлю в описании под видео, а пока перейдем к разбору этого момента. Здесь мы наблюдаем следующее. Дмитрий, почувствовав неудобство в кресле и предугадывая чувство дискомфорта, которое его будет сопровождать в дальнейшем, поменял ситуацию в свою сторону. Он изменил общепринятое поведение в этих условиях и облокотился на диван, тем самым поставив себя в комфортное и выигрышное положение. Если разбирать более подробно, о чем это может говорить. Во-первых, он показал, что для него не писаны стандартные правила, и он вправе менять их так, как ему будет комфортно. При просмотре других передач Ивана я не наблюдал, что кто-то может вести себя подобным образом. Все играют по правилам, которые приписывает шоу, но не Дмитрий. Во-вторых, он физически поднимается выше уровня Ивана, главного ведущего шоу, что подсознательно ставит его в более главную позицию перед аудиторией. Тем самым акцент падает больше на Дмитрия, нежели на Ивана. И несмотря на то, что для Дмитрия, который не в первый раз приходит в гости к Ивану, да и сами они находятся в дружеских отношениях, и можно сказать, что он выступает на своей территории, все эти факторы работают на формирование уверенности Дмитрия и вызывают интерес со стороны зрителей. Я упоминал о превосходстве над другими, как один из элементов контроля общения и привлечения внимания. И поэтому предлагаю рассмотреть его риторику как один из главных инструментов расположения к себе. Его риторика состоит из остроумных высказываний не только по отношению к себе, что подчеркивает его самокритичность. Мужское и женское начало, посмотрите на этих людей. И нечто среднее, да? Но в том числе и подшучивание над окружающими. Твое категорически нет же не связано прям персонально с нами, с Юлей. Нет, вас я просто недолюбливаю. Данные приемы выполняют роль повышения своей психологической силы в глазах окружающих, подсознательно ставя собеседника на равных, либо ниже ему. А вы тогда просто не наклоняйтесь, да я отойду. А я никогда не наклоняюсь, Дмитрий. Очевидцы рассказывали. Я никогда не знал, Анжелик, у вас голова такая грязная. И выступает еще одним способом привлечения к своей персоне внимания и интереса. Потом уже, в общем, я распустил крылья и стал лучше их. Я не говорю о том, что он намеренно хочет унизить или оскорбить человека. Просто использует окружающих людей своего рода как ресурс для повышения своей значимости. Я тебе говорил корона, а ты банка, банка. Это вот Юлий Соломонович, как вот Прометей прикованный, до 150 лет на цепи здесь. Кстати, похожий тип юмора использует и Иван Ургант. Разбор его личности вы также можете посмотреть на моем канале. Именно такая подача и форма коммуникации является одним из основных элементов, с помощью которых Дмитрий Нагеев меняет правила игры в свою пользу. Можно сказать, что именно он является главным лицом того шоу, где выступает ведущим. Вопреки стандартным правилам, когда главными могут быть жюри, а ведущий выполняет второстепенную роль. Например, в шоу «Голос» именно он забирает на себя все внимание со стороны аудитории, является главным элементом развлечения. А общение с наставниками выстраивает на равных, либо порой позволяет себе юмор в их сторону свысока. Кто на что учился? Александр Борисович, вы достали голову юмора, по-моему, а? Изящно, модно, свежо выглядят наставники. Наконец, первый канал, вот из четырех наставников, трем выдал новые костюмы. Смена правил происходит и в рамках КВН. В конце судьям дают слово касательно игры. Как правило, происходит общение между членом жюри, командой и ведущим. Они обращены именно в их сторону. Но только не у Дмитрия Нагиева. Добрый вечер. Каждый раз он превращает свое выступление в шоу. Он развлекает всю публику в зале. Он общается с ней. Он выступает для нее. Обратите внимание, что каждый раз, когда он начинает говорить, он поворачивается лицом ко всей аудитории. Его диалог с членами жюри, командами, ведущими является способом развлечь аудиторию, развеселить. В этот момент он забирает все внимание на себя. Плюс в этих же выступлениях мы можем заметить своего рода независимость и свободу выражения, когда он иронически обращается к Константину Эрнсту, руководителю Первого канала и своему работодателю. Кто с ножницами, тот и прав. Выясняется так. Правда, Константин Львович? Да. Хозяин, вы могли бы у барина хотя бы сотку попросить? Что не может себе позволить другой член жюри. Чего уж говорить о том, что вырезанные отрывки с выступлением Нагиева на ютубе могут собирать больше просмотров, чем многие выступления команд и уж тем более другие выступления жюри. А значит, свою задачу он выполнил. Инициативное поведение прослеживается и на интервью у Дудя. Казалось бы, Дудь вполне цельно выглядит на своем канале и можно с уверенностью сказать, что он является главным героем своих передач. В разборе самого Дудя я упоминал, что он может вести интервью в трех разных состояниях. С недобором, добором и перебором. Посмотреть разбор Дудя можно также у меня на канале. В интервью с Нагиевым был как раз недобор с его стороны. Нагиев перевернул всю ситуацию в свою сторону и проявлял инициативу. Задавал встречные вопросы, давал оценку действий. Он задавал тон беседе и, можно сказать, формировал ее настроение. Уже с самого начала беседы Дмитрий задает ироническую форму общения по отношению к Дудю. Тем самым подсознательно ставит себя выше его. Во-первых, меня очень радует, что у вас есть любимая женщина. Значит, вопросы о пидоростеи у нас уже могут идти на каком-то одном языке хотя бы. Когда вы начинаете вдыхать, я уже знаю ваш недуг, начинаю волноваться. Он мне позвонил, совсем еще мальчишка, как вы. И в дальнейшем поддерживает такую форму беседы, что подсознательно может выбивать из психологического равновесия другого человека. Кто у вас уродливый телефон? Почему? Красный? Что там написано? Там написано «Punk under my skin». Господи, а вы же взрослый дядька, Юрий Александрович. Зачем вы это сказали, а? Я и так в интервью услышал, что у вас маленький член и не спал всю ночь накануне. Предугадывая вопросы или разговор на тему, который потенциально может выставить его с меркантильной стороны, он идет на опережение и берет инициативу в свои руки. Это можно понаблюдать даже в моменте, когда Дудь задает вопрос касательно съемок. Почему вы согласились? Помимо денег. Хотя это тот редкий случай, когда о деньгах я вспомнил уже, наверное, в конце съемок. Или иронизирует с рекламой, пренебрежение чего его часто могут обвинять. Большим удовольствием помогаю своему брату, у которого сеть небольших мини-отелей. Блюз. Тем самым, ловко превращая недостатки в преимущества, либо вовсе нейтрализует их. Это не единичный случай такого поведения. Тем не менее, интервью не состоит только из этих форм общения. Это не грубые и оскорбительные высказывания с желанием задеть оппонента. Помимо такой риторики, он вполне развернуто и открыто отвечает на поставленные вопросы. С уважением относится к интервьюеру. Он разделяет моменты, где ответить серьезно, а где ситуация позволяет юмористическую вставку. Плюс, в конце интервью он выражает оценочное суждение касательно передачи Дудя. И тем самым ставит себя в роль эксперта. И тем не менее, вы находитесь уже на потоке. Когда-то это было очень ярким и, наверное, для артистов долгожданным событием попасть к Дудю, потому что это было очень-очень элитарно. И все это выделяет его на фоне остальных гостей и ставит в более инициативное положение, где он является в большей степени ведущим лицом, и зрители подсознательно ощущают это. Из этих наблюдений мы видим, как ловко у Дмитрия получается адаптироваться в разных формах коммуникации и устанавливать свои правила игры в процессе общения, либо какого-то другого взаимодействия. Весь опыт ведущего и актера с набором тех качеств, что он использует, помогает расположить к себе зрителя и окружающих. Безусловно, у Дмитрия есть совокупность других факторов, которые влияют на возникающие интересы его личности. Например, манера одеваться, его язык тела, который подсознательно кажется уверенным и маскирует другие невербальные сигналы, которые могут выдавать неуверенность. Но, на мой взгляд, именно его инициативное поведение, когда он выходит за рамки и правила того или иного шоу, которые все остальные соблюдают, выделяет его среди остальных. Конечно, стоит принятие то, что Дмитрий всю жизнь формировал свое поведение и имидж, а в ходе взросления такие качества всегда в той или иной степени содержались в его личности. Маловероятно искусственно выработать такое поведение. Многое закладывается в периоде возросления. Однако, именно их совокупность позволяет ему так легко адаптироваться под разные ситуации и создавать свои правила, в которых он главный и способен забирать на себя все внимание окружающих. И как мы проанализировали его биографические данные и вырезки из других интервью, его желание показать себя с лучшей стороны не мешает ему открыться и развернуто ответить на некоторые вопросы. Даже учитывая тот факт, что личную жизнь он неохотно афиширует. Но стоит помнить, что мы практически никогда не можем на 100% утверждать что-либо о человеке. Потому что он очень сложная система. И этот фактор высокой неопределенности следует принять как данность. Мы с вами имеем дело с анализом поведения в публичной сфере и умением его вести себя именно в этом контексте. Хотя я уверен, что зная бы личность за пределами телекамеры и всех этих телешоу, человек может открыться с совершенно другой стороны. Поэтому всегда наблюдайте за людьми, чтобы они оставаться в руках и быть на несколько шагов впереди. Всего хорошего.